Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семья на чемоданах, с вами я, Славян. Я вас сегодня приглашаю в новый выпуск. Я вам про кемпинг, про One Love, про разбитие лагеря, про вот такой отдых на Черном море, о котором многие задумываются, но не решаются. Сегодня покажу вам, где мы остановились, сделаю обзор нашего лагеря, расскажу много интересных фишек, которые мы придумали. Также распакуем посылку, которую мы получили в прошлом видеоролике, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Расскажу, где мы остановились, конечно же мы покупаемся, будем что-то готовить. В общем, выпуск будет насыщенный, интересный, ставьте лайки, пишите комментарии и погнали. Перед тем, как мы отправимся с вами в новое путешествие, я хочу вам порекомендовать карту Тинькофф Блэк. Лично у меня таких карт целых две. Я использую карту Мастеркард и карту Мир. Этим банком я пользуюсь уже на протяжении нескольких лет. По моей ссылочке в описании вы получите пожизненное бесплатное обслуживание. Помимо этого вы также получаете до 30% кэшбэка у партнеров, до 15% кэшбэка при выборе категории и до 7% на остаток. И хочу заметить, что это не какие-то там бонусы, а это самые настоящие рубли, которые вы сразу же можете потратить на свои новые покупки. Помимо бесплатного обслуживания по моей ссылочке вы получаете бесплатное пополнение и переводы. Также снятие без комиссии в огромном количестве банкоматов. Ну и конечно же лучший мобильный банк в мире это 100%. Помимо всего этого, что я перечислил, также хочу вам после оформления этой карты по моей ссылочке порекомендовать вам открыть инвестор-пилочку. Данный инструмент поможет вам очень незаметно накопить деньги, когда в конце месяца вы открываете, а у вас там кругленькая сумма. Ну конечно кругленькая сумма зависит от того, сколько вы тратите. Собственно оформите и посмотрите и разберетесь. Очень классный инструмент. Ссылочку я оставляю под этим видеороликом. Переходите, оформляйте, пользуйтесь. Погнали! Чтобы вы понимали, где мы и как мы заселились, я вам поставлю сейчас выпуски со вчерашнего вечера. Вы поймете, куда мы приехали и где мы встали. Смотрите. Я думал, что выпуск будет как бы утром, но учитывая, что сейчас вечерок тоже такой достаточно интересный, поэтому я вшиваю эти кадры в этот выпуск. Мы заехали в Магнит. Нам нужно изначально было набрать воду, чтобы он... Ну у нас обязательно была... У меня 10 литров есть, но я еще докупил 20-литровую баклажку. Мы на разлип берем. Вот. Думаем, куда поехать встать. Собственно, варианты какие. Либо Витязи, вот Артуга. Но там в прошлом году было перекрыто, там были какие-то учения рисковать. Не хотим ехать сейчас там по этой разбитой дороге, чтобы потом все-таки обломаться. Мы решили все-таки поехать в Благовещенку. Вот. Там есть кемпинг, но там можно еще и встать тигарями. Поэтому посмотрим, как будет. Вот. Хочется немножко все-таки вам показать эти кадры. Посмотрите, как много саранчи. Так, нет, он так не приближает. Мам, это не саранчи. Смотрите, как много летает. Саранча. Да, это саранча. Мам, это не саранча. Саранча. Хрена себе. Да, да, не прыгают в пыльнике. Мы на самом деле еще даже не доехали до Бугасской косы, а стоит уже табличка. Точнее, до Благовещенки еще не доехали. Стоит уже табличка, что въезд на Бугасскую косу запрещен. Проход свободный. Кстати, по-моему, уже началась эта Благовещенка. Здесь, кстати, в магазине продаются самые вкусные пельмени, которые у нас есть в нашем авторском гайде по Анапе. Мы их покупали, и когда здесь жили, в Благовещенке, постоянно их вообще очень вкусно делают. Вообще, нам до Благовещенки осталось еще 13 километров. Вот мы и заехали, кстати, в Благовещенку вот сейчас. Я не знаю, почему так много саранчи. Может быть, там какое-то поле было. Короче, это не саранча. Это стрекозы, но их очень много. Вообще, капец. Мы заехали в первый кемпинг. Кемпинг, да. Но тут людей до хрена. Вот сами смотри. Палатки, бусики стоят. Много, слушай, как людей-то, а? Много слекозов. Катаемся, смотрим. Вот это еще один кемпинг, прям, получается, перед Бугаской косой. Ну вот, нужно вот так вот как-то вставать. Деревьев нет, тени нет. Я знаю, что ничего не видно. Видят только наши классенькие гирляндочки. Мы, на самом деле, буквально за 10 минут поставили лагерь. У нас стоит вот эта вот, это наша палатка, значит, туалет. Там биотуалет, стульчик. Вместо стола пока поставили коробку. Сделали, расставили палаточку. И все, сейчас основная задача покушать, а все остальное, когда будет светло. Я, значит, спал в машине. У нас здесь диван раскладывается в двух положениях. Можно как бы заднюю спинку назад откинуть, и получается такой большой диван. Либо, наоборот, ее просто сложить, и получается как бы такое одно место для сна. Мои решили спать в палатке. Почему? Потому что здесь мы, когда вот приехали, комары были. И я не знал, что придумать, короче, с москеткой сеткой, чтобы сюда в машину не залетали. Я придумал, сейчас покажу, но я не знал, как она будет работать, будет ли ветер. Может, ее вечером вообще там, ну, ночью точнее, скинет, и комары начнут залетать. И Настенька с Мироном здесь будет спать, ну, как бы, некомфортно. Поэтому я решил поэкспериментировать, поспать один, а они выбрали спать в палатке. Но сегодня, я так думаю, что мы поменяемся. Вот, Настенька будет заспать здесь, чтобы ей не мешали пацаны. Потому что вот сейчас еще даже 7 утра нету, а они уже все, всех подняли. Потому что, видимо, либо тесно, либо что, не знаю. Мне, как бы, с ними в палатке спать хорошо, мы уже это проходили. Так, тут вот, видите, у меня рабочее место, удлинитель. Здесь есть центральный, как бы, центральный столб, откуда можно запитаться, но вчера это не делали. Поэтому я просто запитался у себя. Вот у меня стоит преобразователь на 220, воткнул удлинитель и все. И вчера вечером, когда все легли спать, работал. У нас такие шторочки, ЖИКС от Солнышка. Вот, и, собственно, вот москитная сетка, которую я поставил. Сейчас покажу с той стороны. Костян, как спалось? Нормально. Только утром, да, разбудились? Угу. Угу. Да, и вот такая у нас тут территория. Вместо стола коробка. Вчера даже наставили все доставать, реально было очень-очень поздно. Вот нам а скидка, которую я просто повставлял в щели от стекла. Ну, вот, получается. Вот на щель, вот, пытаюсь засунуть. Ну, и, в принципе, неплохо. Вон они, комары. Комар, точнее, пытался ко мне забраться, но у него ничего не получилось. Ну, в принципе, держится, на самом деле. Очень даже неплохо. Сейчас будем завтракать, а потом пойдем купаться. А теперь давайте приступим, наконец-то, к распаковке нашего автомобильного новенького холодильника. Так, смотрите, все распаковал. Кит Ford называется. Здесь, что мне очень понравилось, здесь, значит, сенсорная панель. Есть даже USB. Здесь от него можно заряжать гаджеты. Причем дает 2,5 ампера. То есть, телефоны будут заряжаться вообще мгновенно. Так, закрывайте крышку до щелчка. Готовы? Открываем. Хопа. Вау. Слушайте, ну, очень клево. Для того, чтобы крышка не заваливалась, здесь вот такая цепочка. Он имеет, значит, 2 отсека. Большой и маленький. Вот этот отсек почти 20 литров. Вот этот 5,5. Инструкция, как пользоваться. Две ручки. Одна прикручивается вот с этой стороны. Вторая прикручивается с этой стороны. Но на самом деле здесь такой тонкий вопрос. Нужны ли они? То есть, ручками он будет еще выпирать. Возможно, мы их не будем прикручивать, но сейчас посмотрим. Есть, значит, зарядка, вот, чтобы, собственно, его зарядить от розетки. Она вставляется вот здесь вот. 12 и 24. То есть, можно заряжать вот через такую вот зарядку, через автомобиль. У нас в машине есть преобразователь, собственно, удлинитель. Вот. И я подключаю вот этой вот зарядкой. Индикаторы горят. Вот. И смотрите на панели здесь. Видно, не видно будет. Сразу есть температура стоп, экономия, макс. И здесь индикатор зарядки, как он заряжается. И, собственно, ну-ка, включить. А, он сейчас заблокирован. Вот. Мы его разблокировали. Есть режимы меньше его температуру. Например, на сколько мы выставляем? А, максимум 10 градусов. Нет, нам 10 не надо. Поставим 3 градуса. Нет, пусть 4. 3. Вот. Температура выставляется в Фаренгейт или Цельсии. Есть режимы экономия, макс. Стоп. Экономичный, естественно. Так, 3 градуса. Защита АКБ. Вот здесь можно поставить защиту АКБ. То есть, на среднюю поставим. Ну, то есть, чтобы он не сел аккумулятор. Вот. Настройки. Что касается по техническим характеристикам. Общая емкость 42 литра. Емкость основной камеры почти 35 литров. А емкость дополнительной маленькой 7 литров. То есть, я чуть-чуть даже ошибся. Размеры он имеет следующий. Я вот здесь вот прикреплю. Тоже посмотрите. Сейчас я хочу посмотреть, насколько он будет заряжать телефоны. Собственно, берем телефон. Открываем разъем. Да. Ну вот, все. Зарядка пошла. Это, конечно, круто. А самое интересное, что здесь происходит, это когда ты его закрываешь, включается блокировка. То есть, дети, если будут клацать на кнопки, все, ничего не срабатывает. То есть, нужно сначала будет разблокировать. Вот. А потом непосредственно делать какие-либо настройки. А здесь, кстати, еще что очень классно. Здесь есть подсветка. То есть, в ночное время ты открыл, и тебе здесь очень приятный свет. Все будет видно. Это, конечно, тоже очень удобно. Закрывается. Смотрите. А потом, поп, нажали, и все. Красота. Я всегда говорю про то, что такие путешествия должны быть максимально комфортно. И холодильник в этом точно поможет. Я и не забыл про вас. Я у данного магазина выпросил для вас скидку. Аж целых 25% по моему промокоду. Вы ее и получите. Ссылку и промокод я оставляю здесь и в описании под этим видеороликом. Также найдете в закрепленном комментарии. Заказывайте и путешествуйте с удовольствием. У нас газовая плиточка. Да, кто не знает, вот так вот щик с ее. Как я вам мазал. Родик. Так. Ну, как маленький кушает авокад. Куда все тарелочки все выкинул, да? А вот столик выкинуть нельзя. Вот так вот мы завтракаем. Пацаны уже наяривают. Семья большая. Поэтому только в два подхода мы можем пожарить яичницу. Растем, как говорится. Вот так выглядит наш лагерь со стороны. Сюда поставили стол пока тенек. Вообще стол был там, ну, потому что солнце будет примерно так идти. Предложил пацанам сегодня помыть посуду. Они так охотно согласились. В итоге 20 минут мыли 4 тарелки и одну сковородку. Израсходовали все средства. Да, Тёмик? Но зато справились, да, Суна? Ну, а теперь мы двигаемся на пляж. Покупаемся, позагираем. Вот тут, значит, у нас располагаются туалет один, туалет второй. Конечно, туалеты вообще ужасные, душевые, с холодной водой. Я не знаю, нет, вот мы, например, вот в Абхазии были, в Афоне, там хорошие туалеты. В Оленевке на западе Крыма хорошие туалеты. Здесь, конечно, задница полнейшая. И, кстати, вообще вот так вот можно на машине подъехать и вот здесь вот поставить палатки. То есть вы уже не относитесь к кемпингу. Так вот многие вообще и делают, видите? То есть, по сути, если есть какой-то преобразователь, мощный аккумулятор, то можно вот так вот останавливаться. То есть кемпинг вам и не нужен. Если, тем более, если у биотуалет, например, как у нас, то вот беспроблемно. Но сколько мы здесь кемпинга повъехали, почему-то нигде нету Wi-Fi. Ну и электричество тоже самое. Его просто дают, вот централизованно получается. А дальше ты как бы тянешь. Тоже не совсем удобно. Ну и, конечно, здесь же отличительная особенность Анапы. Это вот эти песчаные барханы. Вот идем, и Настя говорит, я за это Анапу не люблю. Топаешь и топаешь и топаешь и топаешь. Да, конца и края нету. Ну, в принципе, вот, у нас вышел из кемпинга. Как бы сразу, по сути, это пляж. Просто вот он широченный-широченный. Вон уже море виднеется. Волны вообще нет. Море спокойное. Единственное, что я слышал сейчас от ребят, которые здесь уже стоят, что вода очень холодная. Они приехали, в первый день было нормально, а потом что-то течение сменилось, и все. Но в Анапе эта история нормальная. Мы тоже сколько раз здесь были. Приходишь на пляж до обеда, теплое. После обеда приходишь, вода ледяная. Ну и посмотрите, вот, пожалуйста, какая красота. Пляж пустой. Вот, собственно, то, что нужно. Кто-то вот так заезжает на машинах, у кого позволяет, видимо, привод, да? Хотя еще телегу везти за ней. Вон там вот цивилизованный пляж. Дальше, видите, там сразу сколько народу. Здесь тоже цивилизованный, да, назовем это пляж. Там тоже народу много. Вот сюда пойдемте. А здесь, вот, пожалуйста, посмотрите, какая красота. Ну, очень, очень-очень здорово. Ну, то, что нам надо. Вот мы любим вот так вот купаться. Когда никого нету, ты один действительно наслаждаешься морем. Как вам? Напишите в комментариях. Сейчас посмотрим, если с вами водичку. Она очень и очень чистая. Вот, мировый Родиончик у него, он тоже кричит в камеру. Вода вообще чистейшая. Волны нет. Ну, гляньте, какая красота. Сейчас я найду ее, сынок. Сейчас попробую воду. Да, медузка одна, но она уже все. Так, пробуем. Ну, слушайте, вода, да, она прохладная. Освежающая. Я не слышу, что она ледяная, но она достаточно холодная. Пойдет не каждый. Но цвет воды, конечно же, радует. В мелководье примерно вот, куда я показываю пальцы. Ну, прям полоса. Видно, отличается. Теперь давайте зайдем. Блин, ну она правда... Она прям освежающая, освежающая. Ну и вообще все равно. Мне всегда все равно. Вон Мирончик. Ему тоже все равно. Ладно. Слушайте, какая она освежающая. Местами, кстати, вот так вот стоят водоросли. Видите, такой круг водорослиный. Темка уже заскочил. Все, далеко не ходить. Все, парни. На Напе много тягунов, поэтому нафе лучше возле берега. О, бля, лед. Она реально холодная. Пап, мы купили купаться на нас, где мы слились. Но на самом деле, когда на улице... Вот мы вчера ехали, было 34 градуса. То такая вода, конечно, прям самый кайф. Сейчас надо Настеньку загнать тоже в воду. Пусть купается. Чего-ка? Так, Мирончик со своей игрушкой. Вчера в магазине схватил для собачек игрушку. И все, ей не отпускает с тех пор. Да, сынок? Она еще пищит. И вот, ему нравится. Да, сынулька? Моя любимая игрушка. Да. Вот вы знаете, есть персонажи, которые нам пишут, да как так вообще можно отдыхать? Там, типа, мучаем детей и так далее, и то подобное. Вот мы на самом деле другой позиции. Мне кажется, детей мучают. И как так можно отдыхать? Вот как раз вот на тех пляжах. Вот вы просто посмотрите. Вон там вот вдалеке, это пляж Блага, Благовещенская. Там же борщ. Там просто, там как будто такая сверхтусовка проходит. Слетелась, по-моему, туда вся Россия. А у нас здесь вообще пустота. Вот два человека в море. Посмотрите, посмотрите, как пусто. Вот еще немножко людей. Там, конечно, дальше тоже какой-то пляж есть. Тоже подзабитый. Но не так сильно, как вот там, вот в этом Блага. Жесть. А здесь, посмотрите, какие просторы. Вот мы, например, вот за такие места и за такой вот отдых. Да, Настя? Зачем нужен отель, если нет вот такой вот красоты? Вот как? Давай, пацаны, балдеют. Этот весь человек ракушка просто. Эти человек пески. Ой, в песке, конечно, все хорошо. Но как отмывать голову, это, конечно, вообще вопрос. Еще маленький его ест. Да, Мирон? Мирон, расскажи, как дела? Вот оно, лучшее развитие. А, Настенька, вон. Эти в носки закопали. Еще минусы у песочка следующие. Это то, что дети начинают взорваться, кидаться. И вот Темке в глаз, значит, попал песок. Я ему водой сейчас промыл. Сейчас еще надо заварить черный чай покрепче. И это дело все промыть. Иначе будет конъюнктивит. Это дело, конечно, серьезное. Помыли вчера машину. Пока ездили туда-сюда. Гляньте, какой слой. Капается. Бегу я в магазин. Куплю сейчас продукты. Куплю сразу на вечер. Куплю сразу на обед. Закинем все это дело в холодильник. Ну и посмотрим, как он функционал. Конечно, ну очень важная вещь. Много раз меня спрашивали, а что? Как вот так без холодильника? Я на самом деле не обламываюсь ходить. Но сейчас, учитывая, что у нас маленький, все-таки холодильник стал нужен. По пути вот здесь вот есть такая база. Вообще заброшенная. Прикиньте, огромная-огромная территория. Почему-то здесь никто в ней не живет. Никто за ней не следит. Вот. Там сразу за ней и начинается море. Еще, кстати, кемпинг вот этот очень классно расположен. Буквально, ну, 20-30 метров. И все. У тебя здесь цивилизация. Есть вот всякие магазинчики на дувашек. Вот с этой стороны дувашки. В общем, и магазин продуктов сейчас тоже, чтобы сюда еду. Вернулся я из магазина. Так, молоко 100 рублей стоит. По ценам немножко, да, вам расскажу. Значит, такие салфетки вот 160 рублей. Купил еще вот такой детский порошок. Он по 90, по-моему. Вот. Купил какую-то турецкую шампунь. Санли какой-то вон за 230. Так, купил, значит, местные персики. Они здесь по 180, были еще поменьше, по 150. Картошка, по-моему, по 70 рублей. Лук не помню, морковь тоже не помню, почем. Взял еще нашу любимую чучкаэлу. О, слышали реакцию на заднем фоне? И пастилу. Пастила по 50, чучкаэла по 80. Каждое утро они ее привозят. Она свежая. Вот. Так, сейчас заценим. Взял еще Мирончику такую штуковину попробовать. Настенька вчера сказала про это. Так. И единственный минус всего всей этой истории, то, что мяса свежего нету, есть только заморозка. Взял заморозку, кило 200, что было и на обед на сух, и на ужин. Сразу нам хватило. Так, и взял еще посуду мыть 70. Был синергетик, но, к сожалению, только обычное мыло. Хладильник у нас есть, а вот микроволновки у нас нету. Поэтому местные микроволновки мы будем использовать, значит, солнышко. Поэтому вот сюда положим. Вот так вот. Пусть размораживается. Так, сейчас хочу включить холодильник. Я, в общем, уходил и его отключил. У него нету встроенного, получается, аккумулятора. Ему всегда нужно, чтобы он работал от сети. Поэтому есть защита АКБ. Это, конечно, тоже очень важно. Но он, естественно, держит температуру. Меня не было, наверное, минут 30. Здесь была температура 4 градуса. Вот, собственно, сейчас с вами включим и посмотрим, упала ли она. Так, вот он включился. Сейчас все режимы прогонит. Так, температура. Давай, давай, смотрим. 10 градусов. Шик. Ну, не, здесь вообще прям холод. Прям холодок. А сюда поставим молоко. Кстати, вот смотрите, вот литровая банка. Вот. И то есть где-то вот так, я думаю, что точно можно загружать. Либо вообще положить. В общем, он охренеть какой просторный. На обед будем готовить наш традиционный супчик. Используем газ, плиточку газовую. Значит, курица, морковка, картошка, лук. И получается вот такой вот суп. Очень простой. А хочу показать. Вот видите, люди встали. Мордой провалился. Все, зарылся. Вот про что я говорил насчет этих песков. Сейчас, походу, перееду обедом пойду помогать выталкивать. Ну, собственно, и все. Обед готов. Такой вот шикарный суп. У жены такой получился за курицей. Вот, все будем кушать. Приятного аппетита. Сгонял я повторно в магазин, чтобы купить кабель. Потому что моих не хватает. Совсем чуть, метра два не хватает, чтобы наш лагерь запитать. Вот, купил большой. 10 метров стоит 400 рублей. Вообще, на самом деле, так точно не делайте. Лучше сгоняйте там какой-нибудь типа Леруа. Купите просто там провод большой, там 20-метровый, 30-метровый. И с одной стороны розетку, с другой вилку. Вот. И все, будет гораздо-горазд дешевле. Ну, и по метражу возьмете столько, сколько вам надо. Вот, смотрите, вот так было. Вот получается раз удлинитель, два удлинителя и черный удлинитель три. И вот маленького кусочка не хватает. Сейчас ставлю этот. Ну, вот теперь все по-человечески. Раз этот провод длинный, и вот удлинение моего подлинителя, который всегда со мной. Все, холодильничек, теперь все работает. Красота. Пацаны проснулись. Настенька с Мироном еще спит. И они только вылезли из палатки, сразу мне говорят, папа, пошли быстрей на море. Ну, давайте я вам сейчас покажу, вот время, по-моему, 16.00, где-то так. Покажу вам здесь сейчас атмосферу, сколько людей. Готовы? Смотрите. Прекрасный, бесконечный песочек. Ну, вот, вот так, вот, смотрите, широченно. И никого. Вон, если туда пройти, там вообще никого не будет. Будем одничилить. Ладно, мы будем здесь. Далеко не пойдем, да, мальчишки? Да. Так, окунемся, освежимся. Ветер бьет в море сейчас, поэтому волны до сих пор нет. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакал. Понацепляли очки подводные. А, что песок не летел, вот так вот, видишь? А я порядок наводил в машине, нашел шляпу. Настя говорит, давай мне ее сюда. Нет, шляпа моя на море сидит. Ну. Она пускает. У нас эта штука висит, как фата, короче, знаешь. Ты такая невеста, типа. Одевай фату. Мы приступили к ужину. Будем вот курицу, которой не доели, побед будем жарить. И просто отварим макароны. Не поделивайте, которую мы варили, конечно. Ну, мы ее нет. Это мы, в смысле, которую покупали, рассталась, да, неправильно сказал. Еще, еще вытряхнул палатку. Дети натаскали песочкой, сделал здесь такую уборку. Надо единственное заново будет постелить. Настяка сегодня будет спать в машине. В машине тоже, наверное, порядок, чтобы не вот так вот разложить сидушку, а полностью сделать диваном мягким. Вот. Курочка у нас теперь хранится в холодильничке. Вот. Отлично. Кстати, вот он целый день работает. Меченый. Я всем уже все постелил. И для тех, кто впервые попал на наш канал, я хочу вам показать, как в мультиване раскладывается диван. Первый вариант вы видели чуть ранее. А вот, смотрите, второй, получается, вариант. Получается огромная кровать. Здесь можно поместиться, на самом деле. Ну, вообще, когда мы в машине прям спим, мы помещаемся Артем, Родион, Мирон, Настенька, а я сплю уже непосредственно вот на вот этой вот получившейся кровати. Вот так это выглядит. Пойдемте туда. Еще покажу отсюда. Вот так это выглядит. То есть закрывается багажник. Ну, и все. И вот можно спать. Настенька, тем более, коротенькая. Она ложится так поперек и вообще за глаза. Также у нас здесь шторки. Вот такие вот выкатываются. Также на ночь идеально их, конечно, закрывать. Вот так вот. Баум. Вот. Ну, и, собственно, вот так вот ложишься. Даже, в принципе, мне с моим там ростом 170. Вот я лежу на подушке. И вот так вот у меня ноги. Ну, в упор. То есть очень и очень комфортно. Ну, собственно, эту машину приобретали как раз для того, чтобы путешествовать. Осталось только исправить мелкие недочеты и прям будет шикарно. Сейчас на самом деле не очень-то и темно, но, тем не менее, хочу вам показать, как светится подсветка шикарно готовая. Посмотрите. Смотрите, как подсвечивается холодильник. У нас он битком, как всегда. Только молоко. Самый прикол заключается в том, что, когда мы живем в квартирах, ну, вот даже подолгу, да, так сказать, в стационарных, у нас холодильник вообще всегда пустой. Ну, у нас реально там хранится обычно там сметана, если купила, молоко стандартное. И что еще, Настя? И все. А соевый соус? Да. И все, представляете? Мы как бы даже, когда где-то живем, всегда ходим, ну, в магазин. Но я думаю, что его будем забивать, потому что, когда вот куда-то ездишь, допустим, так же пельмени купил, сразу бросил, еще что-то мороженое закинуть. Да-да. Это, конечно, в путешествиях очень нужная штука. Я буду завершать видеоролик. Надеюсь, вам все понравилось. Ответил на многие интересующие вопросы. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы также под видеороликом. Я с вами прощаюсь. Все нужные ссылочки для ваших удобных путешествий есть в описании к этому видеоролику. Пока. Продолжение следует...